И как-то начал к самому себе трепетно относиться. Мысль к себе и к своей мысли. Но есть и второе, которое меня просто восхищает. Эти прекрасные источники, которые я имею в виду, говорят, что мысль есть всеначальная энергия. В начале было слово. Вот это и есть мысль. Канта восхищает звёздное небо. Пусть восхищает его ещё вот это начало. Потому что звёздное небо от этого логоса произошло. Звёздное небо. Но одно дело мысль, но это идея. Но надо потом сотворить звёздное небо. Так? Сотворить этот великолепный храм в университете Драгоманово, где мы сейчас такие прекрасные дни будем проводить. Так? И что это за энергия вторая? Всеначальная нужна всетворяющая энергия. И что же это? Любовь. Я могу любить. Просто я могу любить. И если я не люблю всё, что вокруг меня, во мне, всех, которые меня окружают, всё, что я делаю, что я делаю, если я не люблю, значит, я тем самым себя унижаю. Я не мыслю, ну, кто же я такой? Я не люблю, так кто же я тогда? Так? Кем меня будет называть? Один источник таких людей называют двуногими. Здесь двуногие. Так? Не уважают свою мысль, двуногие не любят. Всеначальная энергия – это мысль, а плюс к этому всетворяющая энергия – это любовь. Ничего не создайте без этих двух вещей. Назовите, что хотите. Что хотите. Ничего в мире не существует без всеначальной энергии, а это самая могущественная энергия – мысль. и без любви – всетворяющая энергия. Но тут же надо кое-какие комментарии делать. Кое-какие комментарии. Мысль есть возвышенная, высокая и пакостая. Мысль чистая. Знаете, до какой чистоты мысли? Вот зажгите свечу, пожалуйста, когда будете дома и посмотрите, как там пламя горит, так? Там несколько таких цветов, приходя к… Вот яркий цвет, белый-белый, а потом начнется фиолетовый цвет. Вот это и есть мысль. Фиолетовый цвет. Так, чистая. Может, когда-либо вы переживали это? Вот закрываешь глаза, о чем-то мечтаешь, прекрасно, возвышенно, и вдруг в глазах появляется этот цвет фиолетовый. Чем чаще будете думать, выяснить о прекрасном, о хорошем, о добром, о любимом, о любых делах, о созидании, о благе, тем часто приходит этот фиолетовый огонь как исцеляющая, творящая эта мысль. Мысль, которая тут же смешивается с любовью. А не вместе. Вот чистая мысль. Потому, может быть, следует нам задуматься, как в себе самих воспитывать чистую мысль, прекрасную мысль, чтобы меньше было пакусти в мыслях наших. Саранчак, как говорит, опять-таки, уважаемая моя, для меня источник, уважаемый, так, Саранчак мысль, так, злоба было меньше, зависти было меньше, и так далее. Иначе, это все загрязняет мысль, так, экология мысль. Самая важная экология, это экология мысль. Если мысль чистая, то мир просветает. Мир просветает через нас. А как только мысли закрадывается грязь, а эта грязь от наших, ну, некачественных чувств, то мысли становятся разрушительными. Поэтому я горжусь тем, что стараюсь быть чистомыслящим, добромыслящим, прекрасно мыслящим, не знаю, как это сказать, от человека. Можно ли вот такой же воспитывать и в семье, в детях, и то же самое воспитывать в классе, с детьми? Нужно ли, чтобы мы сами тоже были яркими, представителями? Или же, в конце концов, как дети просят вот этих обращений, или искренними с детьми сказать, мы сами не являемся чистомыслящим, но давайте вместе, я тоже буду стараться, вы тоже постарайтесь. Вместе с детьми расти. Пусть не думает кто-то, что он уже повзрослел, там уже, ну, 50 лет, может быть больше, а мне 80 чест, а 80 чест, а я не считаю себя стариком, потому что я же малый, я еще не повзрослел, много чего не хватает, много. любовь тоже бывает разная любовь. Говорят, любовь небесная, любовь земная. Это разная любовь. Это не значит, что небесная любовь мы должны любить там, когда переселимся, там, вот там будем любить. А здесь не речь до того, что мы сейчас научились небесной любви. Вот сейчас научились. Как и это. Первая черта это безусловность. Любить, пожалуйста. Любить своего Сына безо всяких, не потому, что Той Сын, а потому, что он человек. Я еще больше расскажу. Надо каждого ребенка, каждого человека любить, потому что в первую очередь в них искра Божия. Надо любить не самого человека с его, скажем, внешними так далее проявлениями, а в том, что в нем Бог. И Бога люблю в него. Бога. Если даже он ошибается, не так, не то делает, не то говорит, и так далее, поможем тому. А в нем я люблю Бога. Вот это и есть небесная любовь. Его безусловная. Любовь всемогущая, всетворящая. Всетворящая. Педагоги давно познали могущество любви в семье, в школе, вообще с детьми, вообще. Это, в первую очередь, об этом заговорил и прекрасно заговорил Пестолоций, Юган Гернин, Пестолоций, который сказал, для меня нет никакого метода, никакого метода, в котором не было бы любви. Он не принимает никакого метода. А что технологии, технологии? Никто не скажет, говорит, да какая технология, справа, любовь должна быть, а потом технология приложить, приложить. Если нет любви, то тогда вот, говорим нам, прекрасный философ, тогда до робота будем выстраивать в наших детях, так? И вот технология, это их принадлежность. Нам не технологии нужны, а в первую очередь, чем обогреть учебники, программы, методы, чем обогреть, уроки, чем обогреть эти уроки, чтобы и вам было хорошо, детям было хорошо. Вы росли, и дети за вам шли. Как это? А это сделает в первую очередь возвышенную мысль и, безусловно, любовь. Любить свое дело, любить эту классную комнату, любить эту доску, любить этого ребенка, который там, и там, который гиперакции не мешает, не мешает, не дает мне покоя, надо любить. И маму звать, чтобы она наказала своего ребенка или указала, как надо вести себя. И там, нет, зачем я для него существую? Помогите семьям, пожалуйста. Семье очень трудно сейчас. На Украине, в Казахстане, где-то я только не бывал, сюда одна тенденция. Родители с радостью не отдали своих детей в школе, если бы имели бы возможность. А где такая малюсенькая возможность? В первых классах родители не отдают своих детей. Это называется семейное воспитание, семейное образование. Так? Как-то контролирует это. Но вот семейное. Почему это делается, хорошие мои друзья? Потому что кто-то не доверяет в школе. Почему не доверяет? Мало любви, в первую очередь. Мало возвышенных мыслей. А если этого нету, духовной общества не бывает. А если общества не будет, то воспитания не будет. Воспитание есть именно питание, духовное усердие нашими источниками любви, уважения и тому подобное. так? Ну вот, эти мысли, если они пригодны, примите, пожалуйста, их для вашего, вашей жизни, для себя. Мы тоже хотим, потеряем, должны чистить вот эту, 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 эту коробку, где очень много, жизнь забросила, очень много нежелательного чего-то. нам надо освободиться от раздражения, от всего, что унижает. И неужели не от нас зависит, какими крылатами могли бы стать. Я желаю каждому из вас много-много удачи в самопознании, в самовоспитании, в саморазвитии, в творчестве. И если этим будем заниматься, я не знаю, такое общее благо, но самым общим благом было бы вот именно это, это дать духа общества. С любовью к вам, шалва мунашуи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Человек и женщина из семьи, образы счастливых подружек, монастырьский, Денис Анатольевич, Жанна Викторовна, Виктория Федоровна, сюда, швидко. Таран Виктория Луксина, Баль Альона Викторовна, пожалуйста, шановные коллеги, швидше. Творчая майстерня номер 5 «Школа та родина. Творча майстерня номер 5. Школа та родина. Стасунки святерности, взаимоповаги та взаиморозуміння». Матюшу Палентина Петрівна, Копусу Павло Германович. Творчая майстерня номер 6 «Школа та родина. Безвершу Палентина Некандрівна, Старанченко Лариса Іванівна». Творчая майстерня номер 7. Национальная культура, джерело и духовное основание счастливой семьи. Мельченко Катерина Васильевна, Мельченко Олена Иванівна. Мы сейчас делаем небольшой анонс каждой творчей майстерни. На нашей творчей майстерни мы не будем никого повчать. Мы вместе с вами будем осуществлять, что есть безумная любовь. Творчая майстерня «Безумовная любовь. Духовная складова родины» запишите в 424 аудиторії. Другая. Человек та жінка в семье образе счастливого подружжя. Ну, как известно, каждая семья чужая, а другая семья – это таимничество. И, власне, нас попросили сьогодні спробувати разом з вами, тих, кто возьмет участь в этой майстерни, приоткрыть эту таимничество. Я думаю, что сегодня мы будем намагаться это сделать, использовавшим власный досвид, досвид истории и поколения. Аудитория 340. Творчая майстерня номер 3. Дитина – это свято, как и поки что с собой. Мы бы хотели запропоновать вам разобрать календар для батьков, который будет вмещивать поради, рекомендации, что до вихования детей, от народа и доступа до школы. Аудитория 431. Творчая майстерня номер 4. Дедуси та бабуси, память, роду, звязок, часы. Шановные коллеги, мы еще раз запрошуем всех тех, кто сегодня уже хочет быть лучшим, чем вчера. Чекаем на вас. Аудитория 231. Наступная творчая майстерня – это пятая. Школа та родина. Творение соцсунков співдружности, взаимоповаги и взаиморозумения. Дитина, родина, школа. Потрапили в якийсь пермутский трикутник непорозумения. Я отримал сигнал СОС и запрошу на нас милейших из вас взяти участь у рядувальній экспедиции по знаходжению шлифтів, по відновлению взаиморозумения, как необходимые умови физичного, психологического и морального здоровья наших духованцев. Чекаем вас. Это вактовый зал. Тут, тобто, творчая майстерня номер 6. Шкільні предметы и освятние курсы в виховании родинных ценностей. На цій майстерні ми будемо вчитися перетворювати шкільні предметы в освятние курсы и связывать их с вихованием родинных ценностей. Запрошу вас вчитися разом с нами и нам разом с вами. Аудиторія 319-та и творчая майстерня номер 7. Национальная культура – джерело и духовная основа счастливой родины. Наша майстерня запрошує до украинской хати познайомиться с высокочастотным народным мистецтвом, высокодуховным патриотическим розписом. Кожному подаруем хату, поделимся с соседом своим теплом, створим добру улицу. Земля, которую любят, отличается от той земли, которую не любят. На нашей лаборатории мы будем учиться любить свою землю. Щера. И, как я разумела, это 1-й поле, 51-й поле. Шановні коллеги, вы же все почули, где вы проходите творчие майстерни. Вы уже знаете не первый год, как у нас працюют творчие майстерни. И только наголошусь, что работа творчих майстерни мы почнемо о 13-й године 15-й хвилин. А сейчас у вас всех обедняя перерва для отдыха. Закончится работа творчих майстерин о 15-й године и все повертаемся в залу. Продолжение следует...